Здравствуйте, уважаемые зрители Актуал ТВ! Сегодня 4 января 2021 года. Я хочу начать с одного интересного отрывка из романа-хроники «Фаворит» советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику Валентина Пикуля. В первой книге первого тома этого произведения примечателен диалог, состоявшийся между генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным и императрицей Екатериной II. Я буквально зачитаю этот отрывок. Потемкин сообщил ей, то есть императрице, что вызвал Суворова, велю протопопу Кронштадтскому мирить его с женою. А потом в совещании будет я до Суворов, еще и армяне Лазарев с Аргунтинским. Станем судить о делах ихних. Армяне – люди шустрые, уже и столицу себе облюбовали. Эревань. Что толку от столицы, если и страны нет? Сейчас нет, после нас будет. Отвечал Потемкин. Ну, согласно армянской логике, человек, написавший, что Эревань не был, никогда не был армянским, а страну для армян создавала Российская империя, этот человек, разумеется, подкуплен Азербайджанно-турецкими спецслужбами. Может, и кто-то поверил бы в эту армянскую ересь. Есть же сейчас такие люди, которые, закрыв глаза и уши, слепо верят в несуществующий геноцид армян. Однако, в случае с Пикулем это не пройдет, так как Пикуль умер еще в 1990 году. А в самом начале своего романа-хроники автор написал, что роман-фаворит – это многоплановое произведение, в котором поднят огромный пласт исторической действительности, дано широкое полотно жизни России второй половины XVIII века. Так что историческая действительность и история Российской империи также твердят, что Ирвань никогда не был армянским, а армянское государство для пришлых на Южный Кавказ армян создавала Российская империя. Армянский сегмент социальных сетей и армянские СМИ подняли вопль, что до 5 января жители 12 домов села Шурнов, которая расположена в Армении, в Зангиузурской области, должны покинуть свои дома. Армянские СМИ утверждают, что это село сдано азербайджанцам. Дескать, в противном случае, кто не пройдет по этой территории, человек или животные, все будет принадлежать Азербайджану. А глава администрации села Шурнух, Сюникской, то есть Зангиузурской области, Акоп Аршакян, показал российским генералам и миротворцам карту СССР, согласно которой Шурнух полностью был армянским селом. Российская сторона на это сказала, что от них ничего не зависит. Все уже давно решено. Армяне для того, чтобы доказать неправомерность передачи 12 домов Азербайджану, нарыли массу карт, в которых якобы показывается, доказывается, что село Шурнух находится в Гарийском районе Советской Армении. Хай говорят обо всем, но не догадываются спросить, А почему азербайджанская сторона настаивает на возвращении, на освобождении только 12 домов, а не всего села? Хотя сейчас у Азербайджана есть все силы и средства для того, чтобы освободить полностью это село. Но требуют всего лишь освобождение 12 домов. Почему армяне не задают себе вопрос, а почему именно эти 12 домов? Ответ прост. За почти 30 лет оккупации количество домов в этом селе увеличилось. А поскольку в этот период для армян не существовало такого понятия, как граница с Азербайджаном, то они свободно и безнаказанно ее нарушили, построив вот эти 12 домов. Ну, как говорится, все возвращается на круги своя. Вот что в реальности происходит в селе Шурнух. Точно такой же инцидент имел место в Кафане, где армяне, думая, что уже азербайджанцы никогда не вернутся к своим границам, расширили взлетную полосу этого города. Ну и, как вы думаете, что произошло? Азербайджанцы вернулись. Кстати, раз уже речь зашла о Зангизуре, о ее принадлежности, и раз уж армяне любят обращаться к истории, я бы хотел вам показать маленькую статью из французской газеты, которая дословно переводится как «Работа» и выпускалась в Париже. Так вот, в выпуске 1920 года читаем. Советский Союз подписал соглашение с Республикой Армения. Согласно соглашению, в Зангизур регион Азербайджана, населенный татарами, то есть нами, азербайджанцами, передается Армении. Это еще одно доказательство того, что Зангизур, находившийся на тот момент в составе Азербайджана, передавался Армении, а не возвращался, как утверждают армяне. И уверен, что здесь следует сделать акцент на том, что эта статья публиковалась в любимой армянами Франции. В Азербайджане есть поговорка «У любви глаза слепы». Видимо, в 1920 году армяно-французская любовь была не так уж сильна и слепа, как сейчас, и поэтому французы все еще были способны видеть реальность. Сейчас же французское правительство защищает армян, которые 30 лет оккупировали законные земли Азербайджана и делает это с незавидной глупостью. А в Армении есть такой защитник прав человека – Арман Татаян. Этот Татаян буквально превратился в кумира армянского общества. Целыми днями он твердит, что армянские военнослужащие, находящиеся в плену в Азербайджане, должны быть освобождены и возвращены в Армению срочно. И это нужно сделать по Татаяну немедленно и без каких-либо предводительных условий. Как говорит Татаян, таковы международные требования послевоенного гуманитарного процесса и защиты прав человека. Через 26 лет в Армении вдруг вспомнили, что есть международное право и поэтому право, оказывается, нужно возвращать военнопленных и заложников. А почему Арман Татаян, например, в 2019 году не вспоминал об этом праве и о том, что более 4000 азербайджанцев взяты в плен и в заложники в начале 90-х годов? Никаких проблем, Арман. Вы же ратуете за международные требования ведения военных действий. Тогда, пожалуйста, оживите жертв Ходжалинской резни, женщин, детей, стариков. Избавьте их от того ужаса, что они видели. Оживите жертв Агдабанской резни в Кельбеджарском районе, совершенной армянами в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года. Эти люди не были военными. А в Кельбеджаре на тот момент вообще не было активных боевых действий. Раз сказал, что ты такой весь из себя законник, тогда подумай сначала об этих мирных жителях. А о военнопленных подумаем потом. Проблема армян в том, что они постоянно врут. И в их вранье верят прежде всего сами же армяне. Пока это будет продолжаться, не будет конца и края их бедам. И будут эти беды настигать их всех. И в конце хотел бы сказать несколько слов про российскую исполнительницу своих же песен Юлию Чичерину и ее вызов на допрос в полицию. Ее все хорошо знают. Провокатор, который оказывался по заказу и на Донбассе, и в других конфликтных зонах, оказался и во время войны в Карабахе на оккупированных территориях Азербайджана. Чичерина воет, что родная, то есть российская полиция, вместо того, чтобы защищать, по заявлению врага вызывает ее на допрос. Для справки. На Чичерину подали жалобу и требуют привлечь певицу к уголовной ответственности за экстремизм. Это Чичерина нас, азербайджанцев, называет врагами и басурманами. А армянские экстремисты в Карабахе это ее друзья, конечно же. Теперь же, поняв, насколько это глупо поддерживать экстремистские настроения, Чичерина пытается сыграть на эмоциях российских полицейских. И в этом ее поддерживают такие армянофилы, как Владимир Соловьев и Семен Пеков. Однако, как до Чичериной, так и до Соловьева и Пекова, все не дойдет, что официальная позиция России такова. Карабах это Азербайджан. А если Россия им по барабану, то и позиция Путина аналогичная. Поэтому российская полиция полностью права, что вызывает на ковер Юлию Чичерину. Спасибо за внимание. Азербайджан Азербайджан